Привет всем сталкерам! Сегодня будем получать вип новогодний. Для этого переходим к зазывали и переходим в новогоднюю локацию. Идем получать новогодние подарки. Здорово господин Бранте. Ты наверное сегодня первый посетитель. Спасибо за лайк. Бегу этим твином первый раз. Кстати вот эта местность мне вообще нравится. Вот эти кустики. Так тут здорово. Новая вообще в сталкере радует. Я уже хотел все это дело бросить. Но тут поиграю. Так как у нас новый год. И тут у нас встречает новогодний сталкер. Я готов что нужно делать. Как на самоизоляцию? Кто выдает маски? Кот Куар выдает. Это уникальный говорящий кот. Наверное он мутант. Зона. Понимаешь. Но он вот типа сидит в ящике. Почему ты в ящике? Потому что говорит я на самоизоляции. Он говорит разнести посылки. Ну стажировку обязательно. Маску тоже обязательно. Все. Мы все взяли. Маску ставим в слот быстрого доступа. Без маски с нами никто не будет общаться. Можно вернуться назад. Так же попасть. Поехали на банкет. Вот мы и на новогодней площади. Попадаем вот на такую локацию. Где должен сидеть парняга. А здесь никого нет. Это чё бак что ли? Я не понял. Бля. А вот он появился. Берман. Ну и сейчас он нас напоит в клам. Это и есть банкет. Салатики. Кальян. Он говорит нет. Давай бухать говорит. Там я пишу я не пью. Это дело принципа. Может съем что. Ну короче отказаться не получится. Все. Вшторила. Надо закусить. Подходим. Хороша закуска. За Новый год. Еще один стопарик. И тут снова пошло. Еще один салатик. Дал ему селедочки. Буль-буль. И все. Бухущий в хламину он. Стал наш сталкер. Так. Попробуем залезть и сюда. И крайне чуть-чуть это больше не берется. Подарки тоже. Огурчик. Я пока осмотрюсь. Ага. Вот они огурчики. Даем ему огурчики. Огурчик. Я говорю плохо. Наружу надо. Он говорит дверь снегом завалила. Деда Морозу и к елке. Короче. Все. Мы попали на локацию. Типа как любить. Сейчас я покажу. Что здесь и как. Первый. А. Маску надо одеть. Иначе разговора не получится ни с кем. Что со мной произошло? Да ты нажрался. И стал медведем. Ну и тут берем у него задание. Все выяснить. Что и как. Задание в каком у меня ухе жужжит. Короче бежим до Деда Мороза. Практически сразу. Просто отмечаем персонажей все на карте. И тут. Важно. Взять с собой меньше весу. Что я и сделал. Выложил даже сайгу с магазинами. Потому что нам здесь дадут ящик. Отдаст нам ящик Артур. От кота Куара. Это задание которое он нам дал. Ну и там о медведях и все такое. Все. Вот у нас добавилась посылка весом 15 килограмм. Которую надо унести. Копалки. Копалка у нас находится в комендатуре. Это где-то вот здесь вот примерно. О. И тут никто не стреляет от этих дьяволов что ли. Вчера это было сделать невозможно. Сейчас меня наверняка убьют. Сука. А что там? Нет. Уже все. Схватили. Ладно. Мне ж нельзя никого было убивать. Ну я вроде как. Точно. Точно. Пока не разнесли посылки и никого нельзя убивать. Я чуть это не забыл. Да. Есть там белый медведь. Сейчас добежим до него позже. Клуб. Ну тут как-то гирлянды не висят. Но все равно. Обстановка праздничная. Вот. Начинаем расспрашивать за духа. Это задание которое нам дал мастер с вокзала. Свернется кот рядом со мной. Че наживать если честно я не знаю. Ты двери бункера открыл. Раздели между всей братвой. Все нормально короче. Тут хитрован. Который продает предметы. Нам пока ничего не надо. Ну вот и бежим короче к Деду Морозу получать подарки. Самое интересное. Но он еще и даст нам кучу заданий. Вот он Дед Мороз. Через него же назад можно выйти. Какая еще магия. А где для меня подарок. И вот а как насчет еще одного подарка. Он говорит вот сделай миссию. Тайна Мороза 2022 получена миссия. А мы получили подарок. Откроем. Ну и вот у нас VIP. Всеми твинами дается на 15 дней. То есть активируешь на один. А остальными пользуешься. Тут же у нас икра. То и все. И рекомендую маску снимать каждый раз. А когда кому-нибудь подходим. То снова ее брать. Ну тут у нас. ПКшники носятся. Забагованные. Правда что-то. Как-то. Короче. Богово все идет. Довольно. Ладно. Комендатура получается. Вот здесь. Город Н. Это примерно измененный Любич. Вот тут какая-то у нас. такая интересная гирлянда. И медведь несется. Тут все. Петушместеры не могут успокоиться. Вары кидают. Хоть Новый год. Хоть. Без разницы. Робот Валентин. Маску одевать надо каждый раз. Тут надо доставить посылку копалки. Вот он. Куар передает тебе посылку с праздником. Все. Получаем опыта. И вес уже стал у нас 30 килограмм теперь. Поэтому надо освободиться от лишнего веса. Перед тем как попадать в новогоднюю локацию. И теперь нам надо отнести посылку Федору к костру в селе Самоселов, город Н. К бичам, короче. А бичи у нас где-то вот здесь. И там же сейчас посмотрим медведя говорящего. Федор. Вот он Федор. А, маску одеваем. Куар Кодина. Код Куар передает тебе посылку с праздником. Все, опять мы получаем опыта, конфеток и всего прочего. И так 10 раз. И никого в этот момент нельзя ни убивать, ни стрелять. Иначе все это пропадет. 10 минут. В Ахиду, в здание милиции. Опять бежим. За это задание мы получим 10 конфет елочек. Белочек, точнее. Которые можно потом здорово поменять. Вот он, Вахид. Тебе Куар шлет посылку. Посылка по Хомычу. 10 минут. На вокзал. Бежим снова на вокзал. Рекомендую набрать с собой сюда побольше крыс, чтобы быстрее. Вот он, Пахомыч. Куар передает тебе посылку. Снова халявный опыт. Во время доставки нельзя никого убивать. Халери на Новогоднюю площадь. Это где стоит Дед Мороз? Стоит это кто? Халера. Вот он. Хвощу. Хвощ это опять вокзал. Короче, будем носиться туда-сюда. Среди медведей. Посылки рекомендую вам разнести. Как бы лишние конфеты не будут. 10 посылок, короче, надо разнести. Хвощ у нас же вот этот вот бармен. Точно. Куар передает тебе посылку. Как бы халявный опыт все равно. И теперь опять надо бежать. Свекольному. В милицию. Бежим в милицию. Пока. Благосклонны ко мне. ПКшники. Дебенко. С Новым Годом, товарищ сержант. Какой наряд? Ну, там и задание уже выполняем, получается. Понятно. Я и забыл, кого я ищу. Но вот здесь еще. Это доктор Каменев. Вот. Опять про духа узнаем. Твой дед от фрицев уползал. Тельняшку рву и смирала в бой. Футбол старухи в домино. Авто, веломото, фото, е, ля, гребля и охота. Но вы поняли меня. Не буду материться в Новый Год. Все, задание снова выполнено. А отнести мне надо было к мужичу. Свекольному. Вот он, свекольный. Тебе посылка, короче. Ну и все, опять миссии выполняются. Все, бухнули, короче, с ним. И выведали информацию. Бежим к Пахомычу. И там же сдаем еще задание. Что мы узнавали этот бред из загадок. Я, кстати, не знаю, какой есть смысл. Правильно отвечать или нет. Отвечаю, как попало, короче. Пахомыч. Вот он, Пахомыч. Ну вот. Добавлены мне конфеты Белочка. 8 штук уже. На новогоднюю площадь. И тут же надо этого еще посетить. Мастера. Рассказать ему про загадки квест-здаттеров. Как бы. Вот он, мастер. Опросить духов снова. Попозже. Валентин на банкет. Болванчик. Пообщаться с местными военными. Какой-то робот в банке там занимается. Понял. Бежим до болванчика, короче. Такой вот стрим беготня. Ну, ознакомление получается. Опять одеваем маску. Так. Я уже передал ему. Ага. С праздником. Это понятно. Чего же еще-то? Опять куда бежать? К какому-то бомжу. Но это опять вокзал. Вот он, подарок. Ничего не будет. Нет. Конфеты-ананас. Это первый, сколько я бегаю. Какой-то бомж. Вот он, какой-то бомж. Все. Конфета-белочка добавлена. Миссия-стажировка завершена. Теперь можно звездовать Кату-Куару. И тут нам даст задание уже такое второго уровня. Пообщаться с местными военными. Но это комендатура. До комендатуры, короче, теперь. Опять. Мчаться. Там они нас пошлют. В баню по девочкам. Теперь я уже могу убивать эльфов. И еще надо набрать снежков. Как минимум купить их. Но они и так найдутся, я думаю. Осторожно, снежки. Снежки, это, скажем, гранаты. У меня что, по математике было? Да у меня тройка по математике была. По геометрии у меня пятерка была. Ну вот, купил я у него снежков. Короче, берем. Выполнено задание. Аномальный банкет. Что-то я ему, короче, отдал. И теперь, получается, за Шимбанским он нас отправил. Федора расспросить надо. Короче, опять туда же отправили. Но мы тут еще полазим. Короче, вот такая вот система. Главное, что вип мы взяли. Вот все. ПКшники напали. Со снежками. Это зорники, бля. И еще какой-то парняка под замес попал. Мне-то бежать надо было. Не тормозить. Сейчас он их убьет. А, нет. А. КГБ, короче, нездоровый теперь стал клан. Чертовской. Пацаны ушли оттуда. Нормальные которые. Зато я на вокзале оказался. Оказали они мне услугу, получается. Так. Я в маске. Через 11 часов в духе опрашиваются по новой. Что тоже неплохо. Что есть на продажу. Нам пока ничего не надо. Еще фейерверков я не вымутил. Снежки на вылет. Но это вообще ненормальное событие. Еще и забагованное оно, кстати. Вчера было. Сегодня не знаю как. Побегать стоит, когда ажиотаж спадет. Артефакты там в подвал унести. Я уже имею. Рассказать про шампанское и баню. Тут ничего не говорит. И твое. Салюты надо было выпустить. Ну, тут-то это как бы так. Уже я. Так. Ну, и что у нас это шампанское-то забоняйте. Пахомыч. Вот он. Ну, вот. В частные дома и он отправил. С частного сектора возле вокзала. Да, там и медведя найдем сейчас. Говорящего медведя. Ну, и подарки поискать можно. И теперь уже стрелять можно. В эльфов. Только тут их не дадут ни убить, ни залутать. Наверное, тут своя мафия. Но это целая спецоперация. Вон он, медведь говорящий. Вот она, медведь говорящий. В Стоунхенджи сидит. У нас в Хакасии, кстати, есть подобие Стоунхенджу. Долина царей называется. Таких места на земле всего три. Про шампанское мы с баней. Добавлен предмет шоколад. Холера около ДК. Он известный любитель выпить холера. Вот там. Холера у нас. Вот этот. Валера холера. В синей шапочке. Где маску взять? Все понятно. В бане типа медведь сидит. И получается... А, маджахет. Маджахет типа со всеми постами. Вот он у нас, маджахет. Добавлен предмет черная икра. Страшена она навестить на посту. А это вот этот фраер. Я к нему подходил уже. И он нас по кругу отправит бегать. Вдоль периметра, короче, он нам сказал бежать. Ну и как бы это любому можно пробежать. Но примерно это где-то... Будет где-то дверь. Вот она дверь. Вот она, баня эта. А что-то входа... А нет, есть. Открыть. Ну и все. Попадаем тут к медведю. И спрашиваем его. Ну и все. Задание выполнено. Что тут кто пишет? С аномальным банкетом? Зашел бы ты на стрим ко мне, я тебе помог с аномальным банкетом. А шимпанское? По-моему тут все преврати в медведя. Пока не может. Ну и все, короче, выходим отсюда. Получается... Вот он, медведь. Медвед один, а здесь белый медведь. Ну, как бы рекомендую всем по кругу пробежаться. Теперь можно эльфов стрелять. Если удастся, конечно. А еще надо пообщаться с местными военными. С местными военными. И можно брать, выходить второе задание кота Куара. Ну или... Зайти в дурацкое ПВП. Что я, наверное, и сделаю. Ага, болт тут. Со скрипом. Хопля. Вот смотрим, вот этот. Опять болт, блядь. Ну это вилы просто, она так-то. Ну это и третий раз. Мне тут икра. С шоколадками. Так, робот Валентин. С шимпанским борода. Но он нам подогнал пять штук. Не напоминает военных. Хотя напоминает. Ну и тут... Давай поговорим. Че было месяц, че было полгода. Все. А надо теперь рассказать об этом Деду Морозу. Военные не в себе, но что-то знают. И он дал нам задание расколоть военных. Украинские, короче, военные. Мычимся назад до Чудорука. И теперь может их послать подальше. Ну все. Дебенку нам рассказал, что чтобы попасть в подвал в комендатуре, надо артефакт. Вроде так. Экрана. Подвал. Ученые проводили какие-то опыты с Дедом Морозом. Запытали, короче, Деда Мороза борода из ваты. Ученые. Вот здесь будет где-то дверь. И как бы не стоит опрометчиво так бежать. Надо, чтобы у тебя была там побольше красной икры и вообще побольше всего этой. По пять штук надо набрать всех видов. И тогда можно идти. Ну тут ПК-шник попался, блядь, не. Урод, сука. Ну или как это? Петушместеры, короче. Новое название будет, блядь. Сейчас же сдохнет сам он. Объявление не дается. Подохнет сам. Ничего не вываливается. Причем попадаешь все время в нужное место, что ли, получается. Или это так случайно выходит. Но на них даже грешно обижаться она. Подходишь, короче, к вот этой двери и достаешь артефакт. Но вот эти вообще там, наверное, не дадут. При нем даже не охота и доставать. Так. Экран альфа, да? Поэтому он так стоит дорого на доске. Ладно. У меня еще и стабилизатор. Все, подходим к двери. Все. Экран исчез. Мы оказываемся в секретном подземелье. И, кстати, не вздумайте выйти, блядь. Иначе просто попали вы на артефакт. И где тут выход, где тут вход. Ага, вот здесь вот выход, получается. Ну, здесь я еще не был. Я просто вчера вышел и проебал артефакт. Ну, как бы это, конечно, зря я все разошел. Мне надо было эльфов каких-нибудь наловить. А может, я его оставлю в этом подвале. Потащу второго персонажа. О, тут уже чувствуется война. Ну, вот что. И не поймешь, кто нормальный, кто кто ненормальный. Сука, урод, ебаный. О, молодец, парняга. Пизданул его, блядь. Чертей валит он. Нормальный, значит. И тут у нас есть разные двери. К двери надо стабилизаторы поднести аж на это. Резина, щит. Я тут нас ранил крыса, блядь. Ну, нас в натуре крыса ранил, блядь. И че, я все? Окажусь хуй знает где, проебал артефакт по тупорылому, наверное. Наверное. Спасибо ПКшникам. Присоединяемся к дебильному сражению. Так. А, это снежками кидаться я, блядь, взял, что ли? Вот их набрать только снежков тут. Я не знаю, это дебильная такая хрень. Все, вот он меня завалит, блядь. Короче, выхожу я отсюда, нахуй. Даже не буду заниматься этой хуйней. Сука, ну и все. Короче, нахуй она надо вообще, блядь, мне-то. Ну, поиграть можно, блядь, но это не прикольно даже. И еще подарки потаскать. Но там, кстати, посмотреть интереснее гораздо. Так. Еще в одном дурацком событии можно участвовать тут. Помимо строительства, блядь. Это вот пряничное безумие. Ну, там хоть есть на что посмотреть. О, сразу же. Пряничный. Гомодрил. И вот как его положить, блядь, это? О, положил нормально. Вчера не ложились, короче, просто. Ничего на тот месяц, это печенька, блядь, сука. Все. Унес. И всего надо 500 подарков натаскать. И что за это дадут, интересно. А тут еще и эльфы. Ух ты, блядь, вот сейчас. Кинет шар. Где-то же есть, наверное, поближе подарки, бля. Тут нету 25 минут, это полчаса бегать, это жестко, бля. Ну, я буду бегать. Потом. Что, курили? Нельзя об этом говорить. Но это лучше, может, даже, чем пили бы, если они что-нибудь. Ну, я видел такое видео, уже называется «Меня парет, меня парет, потому что Новый год». Давайте я вам анекдот расскажу тогда по поводу то, что курили, тематический. Урок идет в какой-то там школе национальной. И учитель ученика справа вызывает к доске. Канаплин, к доске! Говорит, Канаплин, почему у тебя такая наркотическая фамилия? Тут, говорит, и не знаю, Гашиш Кумарыч. Стука, а убил он меня. Все пиздосно. Нет, убежал. Ну, вот этим чепушило, и где он, кстати, есть, там, бля. А вон он кидает, ничего, он такую толпу, это через кукол он кидает, бля. Ух ты, сука! Довольно часто кидает. Сука, заварит он меня. Иди сюда. Все, пятак попала. Сука. Все, болт печеньки, короче. Че, уже? Без меня дотащит один ящичек. Победа. Одина белочка добавлена. Я шокирован. Печенька озверел, точно. Че, в натуре одна конфета, а белочка добавлена была. Блядь, это вообще издевательство. Козлы, короче. Нафиг это я бегал под этой байде тут. Да, это прямо что снежки, дерьмо, что это канитель. Лучше так. Ну, за вип спасибо, конечно. Назад в зону. Только подождите. Че тут еще есть? Стажировка завершена. Кот Куар ждет. Выходим до кота Куара. Надо же такое придумать. Кот Куар. Кот Кумарна. Так, вот он, код Куар. Да, конечно, что нужно сделать. Вот какую тут взять? Неохота, чтобы на новую землю отправили. Жрецы и мечтатели. Это куда-нибудь мыслители, поборники порядка, сторонники. Одиночники. Я его попробую взять. Взял новогодний подарок. И куда? Новогодний прорыв к Федору. Где-то вообще ништяк, а надо ни эльфов, ни людей, ни мутантов.